итак уважаемые господа я приветствую тех кто посмотрел предыдущий ролик он ему понравился я продолжу свой рассказ про лениниану то есть что еще кроме изменения принципов фундаментальных принципов искусственного отбора было сделано в ленинские времена то есть каким последствиям для всего человечества привело это событие которое называется октябрьским переворотом или революции и особенно высока роль в этом деле ленина в чем дело но то что он возглавлял партию это все уже об этом рассказано перетерто очень есть другой аспект общечеловеческого значения которые мы должны немножко осветить на чем дело дело в том что к власти пришли не просто люди которые начали новый искусственный оборот отбор по человеческим способностям определенного рода потому что лозунги то были все правильные одно еще и пришли законченные материалисты это было прекрасно потому что пытаясь довести до полной до абсолютной кондиции идею материализма они пошли на то о чем до этого человечества не могло и мечтать что я закреплю перцовочкой кстати говоря она стоила 0 25 литра рубль 5 копеек без стоимости посуды это концовка советского времени напиток вполне себе приемлемый вот это оригинальный напиток как и здесь даже не вскрыто еще без козырка так вот что же произошло дело то в том что эти замечательные люди увлекшись материализмом решили и разобраться с проблемой сознания то есть что происходит в человеческом мозге откуда берутся наши светлые и темные мысли и они пошли в этом отношении до конца дело в том что один из персонажей которые представлены у меня на столе а именно феликс измолнович дзержинский вместе с от июльчим шмидтом совершили можно сказать научный подвиг они решили довести это дело до конца и когда владимир ильич ленин отдал богу душу или там кому он как атеист как известно был было решено исследовать мозг гения и вот тут началось но понятно что такой сладенькую вещь как мозг гения да еще какого настоящего в те времена было также соблазнительно исследовать как сейчас выпускать диагностику мы для коронавируса это не важно что они работают важно что ты их выпускаешь ну и всегда интересен вопрос за сколько вот тогда также мировая слава известности и средства были связаны именно с этой проблемой но в мире в мире было много неврологов серьезных среди которых у нас выделялся бехтерев который продолжал исследовать у себя там в институте мозги в том числе и великих людей почитайте работа пеноса который кончил спой полный фиаской с помощью мокреньких ниточек они борозды извильно измерили ну как в середине 19 века но были прогрессивные люди к ним относятся оскар фокт который был директором института кайзера вильгельма владел очень современные гистологическими технологиями через его кабинет прошло огромное количество материала плюс у него были серьезные очень ученики которые разработали собственно говоря метод изготовления больших их все время называли кристаллеров ски срезов вот эти замечательные срезы через все полушария мозга позволяли анализировать все клетки это было долго трудно но может и симашка и клара цеткин тоже были в курсе этих работ знали хорошо этого человека и предложили его его утвердили с ним подписали контракт он долгое время заглавлял институт мозга в москве где занимался собственно говоря исследованием мозга владимировича ленина ночью один мозг то исследовать понятно что фок привез из германии в том числе и мозги немцев довольно быстро собрали здесь большое количество мозгов разных людей татар грузин евреев русских бурят китайцев что общем было все времена несложно и стали проводить сравнительные исследовательские работы но задача что у фокта была простая поискать какие-то признаки гениальности его для этого и наняли он начал искать клетки гениальности объясню в те времена в начале 20 века это была очень модная концепция и фокт не обошел ее кроме него этим увлекался очень сильно знаменитый эконома то есть это такой по моему румынского происхождения невролог который в общем работал в австрии он тоже считал что гениально связан с какими-то особыми клетками надо сказать он был очень хорошим нейрогистологом и цитархитектоникам и даже выпустил атлас эконома коскина с 25 года в котором разбирает очень подробно кору но она сделана было неважно там на отдельных кусочках мозга поэтому достоверность невысока плюс не было филогенетического подхода эмбриологического и сравнительного то есть индивидуально изменчивость не учитывалось но тем не менее он тоже болел этой идеей что и оскар фокт но он скончался раньше не дожил до этого светлого момента и был приглашен оскар фокт и вот он стал исследовать мозги разных людей он искал клетки и даже в газете правда свое время появилась маленькая заметочка в 30 каком-то не помните четвертом что в году или 36 о том что вот молди у ленина найдены отдельные клетки уже ничего конечно он не нашел и вернулся к себе в германию в институт берлинбух который построен наденки советского правительства в оплату его работ здесь так что это отдельная личность о нем написано много книжек намного меньше книжек на пистой совсем ничего не написано о наших нейробиологов которые цито архитектоник который собственно говоря и дальше занялись проблемой индивидуальной изменчивости и гениальности на подход к этому нашел филимонов и николаевич выдающийся человек во всех отношениях и он собственно говоря впервые доказал на основании того что сравнил мозг по моему в 13 или в 11 полушарий разных наций народов и раз людей показал что индивидуальная изменчивость перекрывает расовую этническую и таким образом утер и носовыми немецким неврологом в том числе экштейду знаменитому который распространялся относительно врожденности расовых различий то есть индивидуальная изменчивость перекрывает их что потом было многократно подтверждено но самое главное не это самое главное он нашел способ с помощью которого можно сравнивать людей между собой по объективным критериям это уже было ясно к началу второй мировой войны то есть то чего не доставало коммунистам было решено то есть он нашел морфологические особенности строения мозга каждого человека которые позволяют сказать о его способности к сожалению в те времена никаких томограф как вы понимаете не было речь шла только о постмортен то есть по смертным исследования тем не менее фундамент был создан потребовалось еще почти 30 лет для того чтобы этот фундамент превратился в концепцию индивидуальной изменчивости которая изложена у меня в книжках изменчивость в книжке изменчивость и гениальность сейчас готовится четвертое издание она будет стереотипная в котором я рассказываю о том чем люди конкретно отличаются друг от друга то есть то что можно взвести измерить это не психологические прыжки и ужимки когда вам говорят ах вот думайте вот так вы думаете вот так это работа с словами это психофилология а речь идет об объективных но если у тебя структура в пять раз больше чем у твоего соседа здесь ты никогда не договорить не договоритесь я считаю меньше то тем более вот такая ситуация кому интересно тут может почитать в книге но самое главное что благодаря ленинским мозгам и ленинской идеи начала нового эволюционного отбора искусственного отбора по способностям мы получили в руки инструмент который как вы понимаете он сделал заточен но не реализован до сих пор ну по тем же самым причинам что чем какие в свое время отворотили большой нос наполеона от работ французь фугали то есть есть опасность что объективизация исследования мозга при жизни приведет к новой системе искусственного отбора а еще лучше к церебральному сортингу по способностям чего как вы понимаете катастрофически боятся люди у которых таких способностей в помине нет на этом до свидания встретимся следующий раз а и и и и и и Продолжение следует...